Блядь, чуть не упал. Ребята, всем привет. Тут после ночного дождя всё вообще в, блядь, лужах, в грязи. Почва такая болотистая стала. Всем привет, ребят. Мы, короче, идём сегодня снова в Тимирязевский лес. Пришли, чтобы передать греф отшельнику, которого вы видели в предыдущем лесном видео. Там мужичок такой сидел, у него там шалаш был и так далее. Но мы на самом деле вообще не помним, как к нему пройти. Потому что мы абсолютно случайно свернули в чащу, рандомно ходили. Сейчас мы тоже скоро свернём в чащу, будем его искать. Купили ему немного хаванины порядочной, купили ему воды. Ну, собственно, передадим и запишем с ним какое-нибудь интервью, если мы его найдём. Но если мы его не найдём, то, возможно, мы найдём какого-нибудь другого отшельника. Потому что здесь много отшельников всяких живёт. Но хотелось бы найти того, потому что он какой-то порядочный, такой благовидный был. Да, непропитый какой-то такой. Побеседовать с ним. Ну ладно, чё, я думаю, вот здесь мы. Я просто вообще не помню, где мы тогда сворачивали. Давайте вернём на тропу. Сегодня в лесу вообще никого нет. Тишина, да? Совершенно тихо. Вон там тотемный городок. Какой-то, да, может быть, это языческое капище. Вот его... Мы его точно не проходили. Но, видишь, каждый раз придёшь в Тимирязевский лес, найдёшь что-то новое. Какая-то поляна. Но её мы точно не проходили в прошлый раз. Так что отшельника будет сложно найти. Но, с другой стороны, если нам попадётся конная милиция, точнее, полиция, конная полиция, да, нам отшельник говорил, что они знают, где он живёт. Мы, скажем, мы с благородной целью пришли, чтобы передать Греф отшельнику. Покажите, где он живёт. Тут, видимо, толкинисты какие-то тренируются. Даже с цепями пни обтянуты. Идеальная тишина в лесу, да, вообще? Стоишь, просто даже птицы не поют. Как-то мистически, да? Но мистика. Хотя дождь шёл только всю ночь. Сегодня-то уже с утра не было. На самом деле, искать его практически как иголку в стоге сена. Потому что... А вот здесь мы, по-моему, где-то были. Точно. Это мы в первый день здесь были, по-моему. Нет. Да? Это мы были во второй день. Вот где-то здесь мы и шли. Ну, я помню, что на такой проспект поперечный мы вышли. И потом пошли вглубь просто. Но вот по такой терапии я не помню, чтобы мы шли. Хотя вон там какие-то поваленные... Он как раз же возле поваленного дерева сидел. Ну, тут поваленные деревья. Ну, да. Надо просто смотреть очень внимательно. Давай смотреть. Ну, он-то так, запрятан сидел. Видишь, его со всех сторон поваленные деревья. Его, то есть, мы же не увидели, когда шли. Только когда уже вплотную подошли, было заметно. Тут куча таких мест привала, где люди ходят на шашлыки, видимо. И вот какие-то пидорасы оставляют мусор. Просто пакет. Это как маяк какой-то. Тебе что, лень вынести этот пакет? Ну, хотя, да, тут может тоже какие-то толкинистые жили. Видишь, все обтянуто. А, вон мангал. Где? Ну, вон, 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 видишь. А, это сетка, решеточка. Ну, да, ну, да. Решетка для жарки. Да, решетка. Для барбекю. Не, ну, тут мы точно не проходили. Ну, давай пройдем. Может, встретим другого отшельника. Костя увидел шалаш. Какой-то другой. Теоретически в Тимирязевском лесу куча отшельников. О, это другой шалаш. Давай подойдем. Мы нашли нового отшельника. Отшельника из предыдущего видео назовем Кодова дядя Юра. А это будет Николай Владимирович. О, это знаешь какой шалаш? Мы, значит, в правильном пути идем. Это из первого видео, ну, точнее, который мы встретили в самом начале видео. Да, да, да. Это точно он. Значит, мы в верном направлении идем. Теперь нам наискосок. Может, там кто-то спит сейчас. Здравствуйте. Нет, там никого нет. Да, вот этот шалаш из первого видео с красным ковром. Слушай, как далеко мы ушли, получается, тогда. Я думал, тогда мы просто быстро шли. Так это второе видео. Да, это из второго видео. Потом мы пошли туда. Потом мы пошли туда, да. Все правильно идем. Вроде бы в том направлении идем. Да не в том. Пока не видно никакого дяди Юры, отшельника. И наше место, где мы останавливались на первый привал, я тоже пока найти не могу. Не вижу. Но хочется верить, что мы идем в верном направлении. Мистика, но как интересно лежит бревно наверху. На самом деле он где-то вот за таким бревном и жил. Но он жил далеко от троп. А мы вышли снова на какую-то тропу. Так, так, так. Давай обойдем с той стороны. Друзья, но пока не видно вообще никаких следов человека здесь. И людей не видно. Никого нет. Так бы мы могли спросить, типа, не подскажете, где здесь живет отшельник? Или один из отшельников? Нам, в принципе, все равно, какому отшельнику грев дать. Ну, хотелось бы, конечно, порядочному. Ну, тому дяде Юре. Нашли какое-то странное место. Я думаю, скорее всего, это могила какой-нибудь собаки или кота. Но тут палочками такая бы огорожена и камень. Смотрели ведьму из Блэра, уважаемые подписчики и случайно зашедшие? Там как было-то? Они пошли искать кого-то, ведьму, да? Из Блэра. В лес. И потом они все время попадали на одно и то же место. Они, ну, как бы, петля пространства попали в какую-то. И все время попадали, попадали. Им попадались такие кресты, связанные из этих, из веточек. Угу. И треугольнички всякие там. Ну, в общем... Похоже на это. Ну, во многих фильмах ужасов, на самом деле, такой сценарий. Тут, кстати, две могилы, видишь? Одна огорожена так, другая так. Это точно, скорее всего, могила. Но мы их не проходили. Давай дойдем до туда еще куда-нибудь, наискосок. Потом... Ну, конечно, потом в другую сторону пойдем. Просто мне казалось, там он жил в какой-то прям чаще. А тут мы идем все-таки... Вот какие-то свинособаки хуярили пивас. И бутылки оставили в лесу. Что совсем непорядочно. Да. Нет слов. Да. Так-то много мусора. Вон там бутылка валяется еще. Так, друзья, ну мы дошли практически до края. Сейчас пойдем в обратную сторону, только в другом направлении. Будем прочесывать лес, как, собственно, МЧС-овцы, блядь. Когда ищут потерявшегося человека. Нам бы вертолет, конечно. Нам бы вертолет, да, или коптер хотя бы. Хотя с коптера, наверное, видно не будет. Можно, конечно, ходить и орать. Дядя Юра! Ау! Но, скорее всего, нам только мент попадется, блядь. Скорее всего, он не дядя Юра. Ну да, возможно, он не дядя Юра, а, например, Николай Владимирович, как бы. И он не будет отзываться. Друзья, ну, на самом деле, искать дядю Юру, это практически как искать иголку в стоге сена. Но мы уже не надеемся его найти, но хотя бы какого-то другого отшельника найти. И дать ему халанину. Вот, видишь, кто-то без портков остался уже. Ага. Это не портки, это куртка. Куртка. Ну, кого-то уже... Эй, братан, дай куртку поносить. Раздели тут. Много часов ходим по лесу. Може много часов тут уже, весь лес прошли. Но пока никого не встретили. Вот только куртку, блядь. И могилы. И могилы, но... Хоть кого-нибудь встретить. Друзья, кажется, мы вышли к первой могиле. Могиле, точнее, к могиле из первого ролика про лес. Да, это точно. Это точно. Это она, вот я помню, мы ее снимали. Ну и где же теперь? Но в прошлый раз мы дядю Юру не встретили. Мы тогда встретили другого, какого-то кента, блядь. Ну, который непонятно вообще где был. Дорога. Дорога. Нам надо идти в чащу. Друзья, мы стараемся ориентироваться на поваленные деревья, потому что дядя Юра жил возле поваленного дерева. Но это явно не здесь. Хотя издалека смотришь, кажется... Напишите в комментарии, как найти дядю Юру. Какое поваленное, взять это дерево? Не, ну он там, говорю, он в чаще жил. Там такое же здоровое дерево было, но в чаще. Что-то там какая-то табличка, да? Кто нашел штангу, верните за вознаграждение. А, тут спортсмены тусовались, видимо. И кто-то спиздил в них штангу. На металлолон, наверное. На металлолон. Дядя Юра, и уебал как бы. Дядя Юра, верните штангу. Да. Там кто-то есть. А? Там кто-то есть. Кто-то есть? Ну там люди просто идут за ребенком. Давай пойдем в их сторону, посмотрим. Люди испугались. Я подошел, говорю, извините, вы не подскажете, где здесь живет мужик-отшельник? Они говорят, блядь, не знаем мы никакого отшельника. И посеменили быстрее от нас. Так. Ну пойдем туда наискосок, еще прочешем лес. Может быть, где-нибудь найдем дядю Юру. Сейчас встретили еще одну семейную пару. Они даже не слышали. Говорят, кто здесь живет? Откуда здесь, говорит, вообще люди могут жить? Ну, блядь, тут чуть ногу, сука, третий раз не сломал. Так, так, так. Непонятно, в какую сторону идти. Вот мы вышли вообще на какую-то болотистую поляну. Тут кругом болот нет. Тут реально болотистая площадь. Встань по центру, посмотрим, как быстро это засосет. Да, не, ну реально прям, вот, топь. Тут болото. Может, дядя Юра ночью ошибся и уже потонул где-нибудь. Нет, что-то мы вообще в какое-то жесткое болото ушли. Тут везде топь. Как бы не потонуть. Вот нашли одинокий башмак. Собака Баскервилли. Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. Вот там тоже ботинок в итоге нашли. Кто-то уже утонул. Шерлок Холлс, да, нашел ботинок. Тут какие-то удавки. Тут могут маньяки орудовать. Вон, смотри, тоже место привала какое-то. Не исключено, что когда-то здесь жил дядя Юра. Тут какая-то ткань прям. Раздели кого-то. Кофты. Хозяева. Не, явно кто-то жил. Смотри, много какой-то одежды навалено. Кто-то готовил себе полноценный сруб. Может быть, дядя Юра. Может, на работе все сейчас? Ну да, хоть не. Ну, хотя бы, видишь, найти шалаш его. Понятно, что он не целый день сидит. Где-то же он ищет хаванину там. Бутылки сдает или что-то металлолом. Но хотя бы найти его шалаш. Мы могли бы его там подождать. Когда он с работы вернется. Друзья, мы нашли новый шалаш. И еще какого-то отшельника. Прям капитальный шалаш. Но странно, что он построен практически возле дороги. Хозяева. Дядя Юра. Николай Владимирович. Ну, тут тоже, видишь, баллоны из-под воды. Вот там даже какой-то аккумулятор или что есть. Хотя, может, это дети строили. Потому что средецкая игрушка какая-то. Телевизор. А, вот бутылка и... Градусник. Даже вот можно посмотреть температуру воздуха. Где-то 12 градусов. 12 градусов тепла. Пока мы только находим бесхозную одежду. Да. Кстати, кто желает одежду, да? Да. Их есть здесь. Можете приодеться в Темирязевском лесу. Тут много чего можно найти. Кроме отшельника. Он находится чисто случайно. Вот как бы мы встретили тогда его и все. А сейчас это уже невозможно. Вот нашли еще какой-то шалаш. Не исключено, что там кто-то есть. Хозяева. Отворяйте. Нет, тут ничего нет. Это, наверное, родители для детей строили. Друзья, ну невозможно найти дядю Юру. Мы, короче, нашли очередные поваленные деревья. Уже все тут и шарили. Уже вечереет. Уже вечереет. Да, несколько часов ищем. Видели дятла. Видели дятла охуительного. Прям я его чуть-чуть бы еще и снял, как дятел Вуди. Прям такой красивый. Но он улетел. О, видишь, тут подушечка какая-то. Или что это? Подушка. Это уголь. А, это уголь. Здесь здесь погугли. Да. Ну что, пойдем туда в сторону выхода, наверное, искать. Ну, хотя еще сделаем кружок и потом пойдем в сторону выхода. Друзья, там какой-то чувак стоит. У него, похоже, шизуха. Он ломает ветки. Мы к нему подошли, говорим, чувак, не знаешь, где здесь живет отшельник? Он спросил, зачем? Мы говорим, ну, мы хотим ему передать еды немного и воды. Он говорит, не знаю. У него явно шизуха, у него взгляд безумный. Так что ходите по лесу аккуратно. У него в руках здоровая дубина. Вот сейчас он идет, смотрите, с дубиной. Чрезвычайно странный тип. С огромной дубиной ходит. Может кого-нибудь убить. Мы думали, там в лесу дядя Юра, а это племянница Антихриста. Друзья, тут не только дядю Юру найти невозможно. Мы сами заблудились уже. Сейчас вот спросили у племянницы Антихриста, в какую сторону нам идти. Она говорит, вы вообще идете не туда. Но хотя она сама была не особо в адеквате, могла нас обмануть. Вот она ищет собак. Она ищет собак. Мы тут несколько дней ходим, не видели ни разу собак. Типа, что здесь живут дворняги, она их подкармливает. Как мы дядю Юру хотим. Как мы хотим дядю Юру, да. Она пришла, хотела подкормить себя. Но мы спросили, не знает ли она, где дядя Юра. Она не знает. О, дятел, подожди. Сейчас, если я его успею снять. Не, он уже улетел, по-моему. Ну, короче, мы никого не нашли. Друзья, нашли топовый дом отшельника. Тут вообще какой-то супер человек живет. Ну, это явно строили какие-то дети, подростки, наверное. А как? Ну, вообще охуительно. Я помню, в детстве всегда мечтал о доме на дереве. Как в Симпсонах было у Барта. Я всегда хотел себе дом. Видишь, вот свиньи ебучие пьют и оставляют бутылки. Ну, явно молодежь какая-то построила. Давай посмотрим. Может, там лестница есть. Веревка. Вот забор у него веревки. А, тут веревка была. И они по веревке туда заползали. Ну, так очень круто. Да. Тож надо изъебнуться, построить. Видите, сколько всего нового можно найти в лесу. А вообще-то мы заблудились. Вон проспект. Давай выйдем на проспект. Даже в таком городском, можно сказать, лесу, можно спокойно заблудиться и умереть. И превратиться в дядю Юру. Друзья, нашли очередной дом отшельника. Сколько их здесь? Все на работе. Все на работе, да. Вот здесь явно кто-то жил тоже. Но сейчас никого. Друзья, нашли еще одну материю какую-то. Это больше похоже не на одежду, она под одеяльник здоровый. Ищем дядю Юру уже третий час. Темнело за окном, и наступала ночь. За кухонным столом сидели мужики. Друзья, мы пришли, короче, из леса. Пять часов ходили, искали дядю Юру. Вообще не нашли. Ну, вы все сами видели, уже как бы вернулись. Сейчас будем поглощать еду, которую мы купили для дяди Юры. Ну, мы там еще два фляна воды купили, минеральной. Думали побаловать старика там из интуки. Купили все в рюкзаке. Я еще устал, потому что все у меня в рюкзаке лежало. А так, купили ему хаванин. Ну, сейчас поставим чайник, нальем чай и будем поглощать. Друзья, мы покупали дяди Юре продукцию в хлебнице. Это пекарня такая на районе у нас есть. Я покупал преимущественно ему всякие сладкие штуки. Там не, хотя вот это вот, по-моему, с луком и яйцом. Ну, сейчас посмотрю. А Костя покупал мясные и сырные. Да. Сырная лепешка дяди Юрина. Очень вкусная лепешка. Он бы так обрадовался, но... Реально вкусно, сырный, нормальный, да? Да, сыр отличный вообще. Ну, вообще, его много. То есть, как бы, не то, что там одно тесто, да, а вот именно сыр. Очень вкусно. А я вот такую какую-то хойту купил, я забыл. Она называется сочинь. С капустой. После такой прогулки по лесу, вообще кайфово еду. Поесть так. Угу. От пуза. Не ешь уже ничего. Весь день ничего не ели. Для дяди Юри берегли. Булка с яблоками. Чрезвычайно вкусная. Много яблок. Но с голодухи сейчас все вкусно, ну, реально вкусно. А то у тебя с чем? Ммм. Это пицца. А. Закрытая пицца. Угу. Нормально? Угу. Боготая. Да. Ну, все, как надо. Колбаса, сыр, соус. Все есть. Все это надо разогревать. Ну, мы настолько голодные. Да. Живем просто себя. Молча. Да. Вкусно. Вкусно, да? Угу. А то бывает продают, знаешь, просто вчерашний борщ выльют, как бы, на тесто. Не, ну, это не тот случай, конечно. Да, это хорошее, да? Ммм. Ну, да, пока мне все нравится у них даже вот эти яблоки свежие, реально. Да. За. Да. Да.